вот разные люди с альтернативным мнением пишут в частности вот один зритель пишет бога не существует но думаю что вас ждет большой сюрприз после смерти когда вы узнаете что не только существует но он будет вас судить за то что вы сделали независимо от того верили вы в него или не верили так вот еще вопрос да вот и не ответили богатый патриарх бедной стране совесть есть и от бога еще вещает ну честно говоря не видел ваш вопрос видимо часть вопросов прошла мимо меня но вот без проблем отвечая россия это не бедная страна и что касается богатого патриарха лично у меня нет сведений о том что он богатый а в конце концов даже если бы и был богатый то моя вера не зависит от нравственных качеств патриарха мы верим в бога и в иисуса христа если патриарх или архиерея или священник совершает какие-то грехи это его личная проблема это не проблема моей веры в бога поэтому все эти вещи вот там типа там патриарх у вас какой-то не такой или еще что-то это может казаться каким-то аргументом в глазах неверующих людей или маловерующих а верующий человек вообще не понимает в чем здесь проблема потому что мы верим не в патриарха не в священников мы верим в бога патриарх и священники они лишь наши собратья и сослужители которые помогают нам на пути и богатый патриарх может помочь на пути к богу и даже священник который имеет какие-то немощи тоже может помочь на пути к богу потому что самое главное что бог может использовать даже и несовершенных людей и он собственно говоря их и использует в своем в своем деле если бы бог хотел чтобы в его церкви патриархи и архиереи епископ и священники все были безгрешны он поставил бы ангелов ну вот подтянулись эти самые атеисты в 1917 пришли в смольный и к вам почему ну ко мне в 1917 никто не приходил я тогда не жил в том что касается того что попытались бороться с церковью надо было дело потому что дьявол ненавидит церковь и через свои послушные орудия на протяжении двух тысяч лет пытается ее разрушить насколько это ему удалось вы можете видеть сами те же самые люди которые там в 1917 как вы говорите пришли к нам в 1960 обещали показать последнего попа через пять лет однако же вы видите меня прямо сейчас в 2022 и я отнюдь не последний поп все те кто боролись с церковью проигрывали на протяжении двух тысяч лет не только коммунисты и язычники римские и многие многие другие кто получался на церковь христова поэтому вот этот исторический пример он не только не задевает меня наоборот он вдохновляет меня потому что он показывает что бог хранит свою церковь и церковь хотя она не имеет каких-то своих там военизированных подразделений не имеет силы для того чтобы там поднять какой-нибудь восстание революцию свергнуть кого-то все равно церковь побеждает как победила тех кто как вы говорите пришел к нам в 1917 году еще я рекомендую вам задуматься а что стало с теми кто пришел какова и была участь судьба интересное такое на самом деле размышления я в свое время проводил такое ну личное историческое изыскание как закончили гонители церкви вот 20 века можете провести это изыскание самостоятельно не все но очень многие из них закончили так как я думаю вы не хотели бы закончить ну вот возражение пишут мне церковь победила победила деньги да неужели неужели дружище у церкви было больше денег чем у советского государства откуда бы это нужно быть честными и признавать церковь победила отнюдь не благодаря деньгам а несмотря на то что государство ограбила церковь советское государство ограбила все деньги были у ссср ну и как помогло это советскому государству победить церковь